Приветствую, друзья! Вы на канале Шаманаидос. И вот мы снова отправляемся на вывозку за очередным варфреймом в нашу коллекцию. И если до сего момента вам казалось, что выбивать части того или иного костюмчика у вас занимает слишком много времени, то в этот раз придется как минимум попотеть раза в два дольше, чем обычно. А все из-за того, что мы отправляемся за варфреймом с раздвоением личности под названием Эквинокс. А так как он или она состоит из двух совершенно разных существ, то и запчастей для нашего нового представителя коллекции придется собирать в два набора. Плюс еще выбивать два чертежа на ночную и дневную форму придется. А затем купить третий чертеж на итоговую форму Эквинокс. И даже если выформить вам получится все части по быстрячку, то крафтить это чудо предстоит целую неделю. Ну и охраняет нашего варфрейма босс Тил Регор, который обитает на самой мокрой планете в локации Титания. Выбирайте своего лучшего гладиатора, вас ждет незабываемая схватка на арене Урана. Начать ваше путешествие, наверное, стоит с выбора модов для оружия, которым вы будете изничтожать врагов. Моя коллекция модификаторов небольшая, но пример показать я вам все же смогу. Как по мне, лучшим оружием для этой вылазки послужит огнемет, который поможет быстрее попасть по скоростным врагам, которые умеют перемещаться рывками. И учитывая, что против нас будет босс, у которого клонированная плоть и броня из плава, вам следует использовать моды на вирус и радиацию соответственно. Вирус создаем из смеси холода и токсина. А для радиации будет комбо огня и электричество. Учитывая, что в моем примере я использую огнемет, у которого со старта баф на огненный урон, радиоактивный урон будет создаваться на отлично. И не забывайте об очередности установки модов, если вы хотите получить коктейль из двух комбоэффектов. За неимением вышеописанных комбинаций, юзайте лед и разрез, но тут уже огнемет не подходит. Взамен ему я выбрал Сону Прайм. Вы же можете взять любой скорострел, который найдете у себя в закромах. А теперь берем все пожитки и десантируемся. По прибытию на смертельную битву вы окажетесь в личной лаборатории Кила Регора, который с любовью и трепетом выращивает своих гладиаторов в стеклянных резервуарах. С ними вам еще предстоит сразиться в этом колизее. Но пока босс уже мчится к вам, размахивая своей парной ближкой Ак и Бранд. Если варфрейм у вас неженка, то не подставляйте с лишний раз под удары, а просто подпрыгните или отойдите в сторону с легкостью уходя от оплеухи. Ворот от атак босса сделать проще некуда. Главное следите, куда он прыгнет и в какую точку телепортируется, дабы противник внезапно не оказался у вас за спиной. Всю первую фазу боя, Хилл Регор, то и будет, что нападать и опрыгивать от вас. Он ловко орудует топором и может неплохо сбивать здоровье. Также среди приемов босса имеется удар кулаками в землю, от которого ваш варфрейм решается передохнуть на земле, а также выстрел кулаками с большой дистанции. Увернуться от летящих кистей тела Регора очень легко обычным прыжком. Как только треть жизней босса будет выбита, он пальнет своими кулаками в стеклянный купол арены и пустит воду в помещение. Вместе с этим будет выдвинут балкон второго этажа, на который вы сможете переместиться сразу же, либо подождать начало третьей фазы боя, сражаясь с фражинами на первом этаже. Но тут можно упустить момент и попасться в ловушку с водой, поэтому будьте внимательны. Во время второй фазы боя, Тилл Регор призывает на помощь своих элитных солдат из пробирки, а сам он уходит покурить в сторонку. Дрекарский безумный Гренир способен быстро перемещаться, далеко прыгать и сливаться с обоями в комнате. Одним словом, вам предстоит драться с Гренировским ниндзя. Пока вы не побьете безумцев, босс будет в отпуске, поэтому сосредоточьте внимание на его приспешниках. И как только комната станет свободнее, Тилл Регор соизволит снова явиться на бой с вами. Остается лишь выбить еще трид здоровью врагу, и тот в очередной раз пальнет кулаками, пробивая стеклянный потолок локации, затапливая при этом весь первый этаж. Если вы не успеете до этого момента уйти с первого этажа, то вода может запросто убить вас, так как у местных ребят проводку сделали некачественную, и электричество гуляет по воде. На третьей фазе боя вам нужно следить, дабы вас не смыло напором воды, вырывающимся из труб, прямиком в электризованную воду. Лучше всего будет переместиться на бой с боссом и его приспешниками в соседнюю с балконом комнату. В этот момент Килрегор призовет одного гренирского ниндзю и еще одного дрекарского безумного бомбардировщика с тяжелым оружием. Сам же он исчезнет и в очередной раз уйдет наперекур. После убийства прихвостней появится босс, дабы в третий раз сразиться с вами. И если вы не сможете ему достаточно быстро выбить оставшуюся треть жизней, он снова заспаунит парочку солдат, а сам строится в курилке. После победы мы получаем оговоренные в начале видео части Эквинокс, а также удовольствие от очередного босса, которого нам удалось одолеть. Про выбор варфреймов говорить не стану, так как особого подхода к Килрегору искать не приходится. Можно, конечно, взять себе Рина, который хорошо бафает щиты, или Фроста, например, чтобы ледяным куполом замедлять врагов. Одним словом, выбирайте из того, что у вас есть в наличии и к чему душа лежит. И по сложившейся традиции, вы сейчас можете наблюдать мой улов во время записи этого ролика. Всем спасибо за внимание, буду рад, если вы проявите активность под этим роликом и посетите мой стрим. С вами был Шаман. Покеда!